Сентябрьское письмо в прокуратуру главной козырь Юрия Переверзева против отставки из поста главы Первого Уральского городского округа. Глава обращался в адрес Пономарева, где мы констатируем ситуацию. Заместитель генпрокурора Юрий Пономарев потребовал отставки Переверзева именно в целях декриминализации сферы ЖКХ, цитируем прокурорский релиз. На сегодняшний день в городе имеется 125 спорных домов, жители которых получают двойные квитанции. Создавшаяся ситуация может повлечь за собой нарастание социальной напряженности. Пономарев потребовал от губернатора мэра уволить, в то время как сам Переверзев считает, что и прокурор используется в играх крупных лоббистских структур. Проецируется ситуация введения в городском округе Первоуральск поста сити-менеджера посредством изменения регламента и устава города, чтобы лишить часть депутатов их полномочий и провести нужные себе политические решения, и чтобы группа ЧТПЗ владела и исполнительной, и законодательной властью в городе Первоуральск. Одними из главных прокурорских претензий к местной власти были двойные платежки для горожан за коммуналку. Только в этом доме за полтора года сменилось четыре управляющих компании, каждая требует денег за услуги. Пока местные власти справиться с проблемой самостоятельно не смогли. С января 2013 года в Первоуральске создается муниципальная управляющая компания, чем администрация настроила против себя еще и коммунальное лобби, а заодно часть жильцов, по-прежнему получающих двойные квитанции. 50 тысяч, у каждого свое, понимаете, Кукаркина 50 тысяч, тут вот поменьше. У кого как? Всех по-разному. Тут 49 тысяч карманов. Первоуральская городская дума состоит из 28 депутатов. 13 из них принято считать ставниками челябинских трубопрокатных заводов. Еще трое лоббируют интересы корпораций, стараясь сохранить за собой в определенные моменты хотя бы часть независимости. Остальные городские. О местном политическом дискурсе и неопределившихся голоса которых могут стать весьма важными при отставке главы, рассуждаем с депутатом Виталием Листраткиным. Договариваться с этими людьми крайне проблематично, потому что вот ты вот сегодня вроде какие-то вот параметры проговорили, на следующий день идет комитет и все опять по новой, весь джихад. При этом спрогнозировать, как проголосует дума, если губернатор отправит представление на отставку, не может никто. Под вопросом даже поведения лояльных администраций депутатов. В Екатеринбурге при смене системы власти в свое время вопрос психологического прессинга решили при помощи тайного голосования. В Перу-Уральске мэр бодрится, уже завтра собирается встречаться с губернатором и в аппаратной войне намерен победить и место сохранить. Отставку добровольную даже не рассматривает.